Труднее всего было договориться, чтобы они дали копию из документов. Военные дела. О, теперь может дело сдвинется. Надеюсь. Слушай, позвоню Павлику. Павлик, привет, это я. Слушай, приехали? Да нет, нет, едем еще. Не пришлось тут в один городок заехать. Зато новости такие, хоть стой, хоть падай. Слушай внимательно. Чтобы нам убедиться, что у тебя интуиция хорошая, мы в Сибирь съездим. Да, ну, я всегда говорил, что у меня интуиция похлеще Нострадамуса. В общем, короче говоря, нашли мы ту станцию, на которой грузили наш любимый 21-й вагон. Рядом с этой станцией стоит заводик военный, незаметный такой. Мы туда, он закрыт. Ну, замок висит. В общем, выяснили, что на заводе на этом работал Скворцов твой. Ничего себе. Скворцов, вот тот самый, которого ты ищешь, чтобы у нас консультантом работал. Теперь ты выясни, связан ли он как-нибудь с Гребенкиным. Да не волнуйся, процесс идет, я его из-под земли достану. Давай, доставай. Ладно, все, едем. Давай, пока. Пока. Как же вы на Скворцов это вышли, а? Не было печали. Да когда что угомонитесь-то, а? Ладно. Скворцов, значит, Скворцов. Тебе не надоело целый день пялиться в этот ящик? Я, Даша, хочу выяснить, одно ли это лицо Ирэн Паломарчук и Ирина Погодина. Кто такая Ирэн Паломарчук? Аферистка. Она шантажировала одного известного французского политика. Я читала в желтой прессе. Когда это было? Очень давно. Вот я ее все равно узнаю. Только бы найти фотографии. Она в то время была то ли няня, то ли домработница. И соблазнила хозяина. Да, вроде того. Вот смотри, специальная программа. Здесь можно сравнивать фотографии. Меня Павлик научил. Послушай, стоп. Я ее без твоих программ вижу. Это она. Это она. Так, что нам делать дальше? Нужно вывезти ее на чистую воду, чтобы она не мешала нашим мужчинам. Да. Послушай, я не могу сейчас говорить. Я занята. Угу. Пока. Это от Васи? Ага. Да он что там с ума сходит? Это ты про Васю? Про Васю. Про Васю. Приехали. Вот в больницу. Да, спасибо. Алло, Дашка, привет. Привет. Ты чего трубку не бьешь? Прости, я, наверное, не слышала. У тебя голос странный? Что-то случилось? Нет, все нормально. Может, простудилась немножко? Прилетай с Маришкой, скорей к нам. Мы тебя вылечим. У нас мед есть в пасеке. Ты передай, пожалуйста, всем, чтобы не волновались. У нас все хорошо. А вот у нас ничего хорошего. Что такое? А наши зизи не дают покоя Лавры Шерлок Холмса. Представляешь, ищут компромат на погоде. Ага. Ну, как только появится какая-то информация, ты мне с кем все на электронку, ладно? Хорошо. Только пусть она хоть что-нибудь внятное накопает. А то уже часа четыре и все сидит и сидит за компьютером. Хорошо. Ладно, все, обнимаю тебя. Пока. На связи. Пока. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Я бы сказала, даже лучше, чем я ожидала. Ну и замечательно. Значит, я могу продолжать работать? Как работать? Ну, дело в том, что у меня свой ресторан, и без меня никто просто... Да вы что, шутите? Какая работа? Вам нужен сейчас покой. И никаких разговоров. И каждую неделю ко мне на прием. Я боюсь, что вряд ли получится. Моей семье сейчас такие обстоятельства, что я вынуждена... Ну, какие могут быть обстоятельства? Значит так. Вы хотите сохранить ребенка? Или это для вас беременность нежелательная? Нет, желательная, конечно. Просто... Просто... Муж против? Нет. Вообще, если честно, я ему еще не говорила. Но я думаю, что он не будет против. Извините, а какие у вас отношения с мужем? Нормальные. Хорошие. Почему вы сомневаетесь? Ну, потому что это все очень неожиданно. Ну, извините меня. Идите к мужу. И сейчас же обрадуйте его. Идите, идите. Дмитрий Александрович, рад. Рад, что заехал. Приятно, что в такое тяжелое время ты решил обратиться именно ко мне. Присаживайся, что будем пить? Я ничего не буду. Ну, перестань. Чай, кофе. Может, что-нибудь покрепче, а? Я ничего не хочу. Ну, присаживайся. Что, так и будешь стоять? Я ненадолго. Я приехал предупредить тебя о том, что я все знаю. Ты о чем, Дим? Я знаю, что это ты и твой Халуи Гребенкин устроили всю эту историю с танками и подставили отца. Мы сейчас проводим расследование, и скоро у меня будут доказательства. Дим, что ты говоришь такое? Еще я знаю, что твой Гребенкин стрелял в Павлика. Ты что, серьезно? Я очень серьезно. Если ты все это не исправишь, пеняй на себя. И что ты сделаешь? Засажу тебя и Гребенкина. Я тебя предупредил. Вот и поговорили. Игорек, ко мне приходил Балычок младший, пытался наехать. Да. Надо закрывать парня. Давно хотела показать тебе это место. Это наша летняя веранда. Я очень люблю сюда приходить. Здесь так красиво, особенно осенью. Тебе нравится? Да. Особенно тем, что здесь никого нет. подожди. Ты, кажется, хотел о чем-то со мной поговорить? Да. Наверное, о расследовании? Как вы ищете этого русского вора, которого опознала мама? Ищем. Хотя комиссары не верят в мою затею. Я в тебя верю. Продолжай в том же духе. Я хотел с тобой поговорить о другом. Но для начала мне нужно у тебя кое-что спросить. Это важно. Ну, спрашивай. Как называлось то блюдо? Какое блюдо? На котором ты меня угощала в ресторане. Ягоды, завернутые в тесто. Вареники с вишней. А что? Вареники. Просто мне кажется, что благодаря этому блюду можно будет продать ваш ресторан. В каких это пор ты стал специалистом по продаже ресторанов? А с тех пор, как познакомился с тобой. У меня есть покупатель. Один русский бандит, ну, точнее, бывший бандит, хочет иметь собственный ресторан. Ты что, хочешь, чтобы наш ресторан купил бандит? А он сейчас респектабельный предприниматель. Я ему позвоню. Миссия Колесниченко? Это Серж. Узнали? Ну, полицейский. Я помогал вам, когда вас взяли за незаконное хранение оружия. Ну, вот, у меня к вам есть деловое предложение. Алло, Мариш. Ну что, что сказал врач? Сказал, что надо сообщать мужу. Ну, так сообщи. Да я даже не представляю, как. Если честно, я сама в таком шоке. Ой, а потом, ты же понимаешь, он меня сразу заставит в Москву лететь. Ну и что, езжай себе в Хацапетовку. Да не могу, врач сказал, что нужно каждую неделю на прием приходить. Тогда оставайся. Ну, позвони папе и обрадуй его наконец. Ну, нет, не знаю. Да он счастлив будет. И помню, мы все тебя поддержим. Да, спасибо. Что-то еще случилось? Нет, ничего не случилось. Просто у меня такое ощущение, что это все не вовремя. Да где же ты видела женщину, которая забеременела бы вовремя? Понимаешь, у нас такая ситуация сейчас в семье. Никто не знает, что будет завтра. Потом я вообще не представляю, как он на это все отреагирует. Да он с ума сойдет от радости. А если не сойдет? Перестань. Позвони ему сегодня же. Не знаю, я подумаю. Я уверяю вас, месье Кольсниченко, что это будет что-то удивительное. Вы сейчас сами в этом убедитесь? Ну, не трудно чем-то удивить. Прошу прощения, но я думаю, не зря потрачу ваше время. Ну, хорошо. Как блюдо называется? Вареники. Что ж ты раньше это не сказал? Вы знаете, когда вообще в первый раз услышал это слово, я очень долго смеялся. какое-то смешное название. Вареники. Серж, а я с Одессы. Я на варениках вирос. Ну, значит, это замечательно. Мы пришли по правильному адресу. Ну, вот это вряд ли. Таких вареников, как готовила моя покойная мама, уже никто не готовит. Будем же. Прошу вас. Ну, Лошадей-то не гони. Скажи, повар русский? Насчет повара не знаю, но хозяйка точно русская. Хорошо, идем. Куда? Ну, знакомиться с хозяйкой. То есть вы готовы купить этот ресторан? Ну, если цена вменяемая, то да. Слушай, а тебе вот из этого какая радость-то, а? Проценты? Просто хочу помочь хорошим друзьям. Где? Что где? Ну, кабинет хозяйки. прошу вас. Я провожу. Алло, да. Здравствуйте, это Валерий Петрович. Какой Валерий Петрович? Скворцов. А, Скворцов, Валерий Петрович, здравствуйте. Слава Богу, позвонили, я искал вас. Дело в том, что мы с вами не знакомы. Да. Но когда-то работали в одной конторе до вашего выхода на пенсию. Что вам от меня понадобилось? Нужно спасти одного человека хорошего. Александр Егорович Булычев, помните такого? Начальник ваш бывший. Ну, конечно, помню. И в курсе его проблем. Он же сейчас сидит? Да, он сидит, но он ни в чем не виноват. Дело в том, что его подставили, подло подставили. Давайте конкретнее. Чем я могу помочь? Ну, от вас нужна профессиональная консультация. Если в двух словах, то просто к составу Александра Егоровича был прицеплен вагон с контрабандной. Подождите. Не так давно ко мне обращался один молодой человек с подобной просьбой по поводу консультации насчет сцепки вагонов. Он также говорил, что, знает, что я работал на Булычева. А фамилия его не Гребенкин, случайно? А как вы говорите? Гребенкин Игорь Гребенкин! Да не кричите, я не глухой. Но вы фамилию вспомнили? Да. Он не называл своей фамилией. Валерий Петрович, он... он такой блондин, коротко стриженный, глаза наглые, голубые. Ну да, можно так сказать. Да, это точно он, сразу. Что вы сказали? Я говорю, это Гребенкин, по всей видимости. Валерий Петрович, скажите, я могу к вам подъехать? Когда? Ну, прямо сейчас подъехать. Только, если позвольте, я возьму с собой еще сына Александра Егоровича и адвоката нашего из контора. Ну, хорошо. Приезжайте, я как раз сейчас иду из магазина домой. О, спасибо огромное. Мы обязательно будем через час-полтора, не больше. Вы нас дождитесь, никуда не уходите, хорошо? Договорились. Спасибо огромное, спаситель вы наши. Ну, что ты там разглядываешь? Личное дело этого Гребенкина. Вася Дима, собирайте, все нашел его. Кого? Скворцула. Валерий Петрович. Иду к вам. Звону. Он мне звонит. Оказывается, это Кворцов, гад, консультировал Гребенкина насчет сетки, рассетки вагонов или как назвать. Понятно, понятно. А где он сейчас? У себя ждет нас. Дим, 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 Катя. Да, Катя, алло. Димка, привет, это я. Да, Катя, да. Ты меня слышишь? Да, конечно, слышу. Только связь плохая. У тебя что-то срочное? Да не то, чтобы срочное. Я понимаю, наверное, такие вещи по телефону не говорят, но... Господи, даже не знаю, как сказать-то. Ну, полная неожиданность для меня. У нас с тобой будет ребенок. Катя. Дим, что? Что-то с Катей? Случилось, что... Да, связь пропала. Катя беременна. Тогда что, ты застыл? Я тебя поздравляю. Как тебя теперь будешь? Я к ней. Я к ней. Вы там отложите. Я вернусь сегодня вечером и вместе поедем. Подожди, а как единственный свидетель? Как, со мной? Вы меня просто дождитесь, а я вернусь и вместе... Я вечером вернусь и вместе поедем. Власть. Ну, может, без него все-таки, а? Да, Паш, без него. Время терять нельзя. Вот тебе моя хорошая с калинкой, с медиком. Что-то ты мне сегодня не нравишься. У меня все хорошо. Да, Димечка. Здравствуй, дорогой. Здравствуй. Я хочу тебе сказать... Подожди, не перебивай, мам. В общем, Катя беременная. О, Господи. Что? Катя! Что случилось? Что-то с Катей? Мам, не молчи. Катя беременна. Что ты молчишь, мам? Ура! Теперь нас будет трое беременными! Димуля! Димуля, мы поздравляем! Да, вы молодцы! Спасибо большое, Я боюсь, чтобы Димчик был здоровый. Слушай, Даш, Катя... Димочка, тебе здесь все передают привет, да, целуют, обнимают. А, поняла, хорошо, да, пока. Целую, пока. Не может говорить, летит в Париж. Это надо отметить. Я к вам и чужой вам наливочка. Мамуль, ну что, готова в четвертый раз стать бабушкой? Выпейте чаю с Калиной. Мне уж лучше валерьянки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Валерий Петрович, это Павел. Простите, ради бога, но у нас тут такие обстоятельства, ну, в общем, встречу придется перенести. Я могу уехать. Я обычно в это время живу на даче. Валерий Петрович, не уезжайте. Дождитесь нас, пожалуйста. Моих друзей очень заинтересовал ваш компромат на Грибунгина. Хорошо, приезжайте. Я жду. Валерий Петрович, не уезжайте. Валерий Петрович, валерий Петрович. Валерий Петрович, валерий Петрович. еще после суда и приговоров суда определили это о чем-то говорит а говорит это о том что все схвачено а вы бы схвачен он бы сейчас на воле гулял там успокойся счет мажем правильно да нет не уверен если с тем же адвокатом то вообще до вышки доведут вы не шутите так а кто тебе сказал что я шучу вам же вроде нового защитника ищут а есть идея нужно брать таких как в телевизоре ну так шоу помните ох у них метла подвешено и совести ноль вообще тебя не спросили скажи николай ты же не первый раз сидишь как там назой нормально к серьезным людям там с уважением с почтением нормально а с такими как я олигарх самое главное как себя поставишь вот отвечаю заехал один фраерок вот был случай так я не помню он завхоз или этот главбух не помню так он начал пальцы вверх мурчать начал так его сразу загнали на стерку беля и так весь строк он в прачечной и отсидел спасибо коль утешил марина а этот месье колесниченко он вероятно бандит роза ну что ты такой говоришь а вот мне он показался настоящим бандитом откуда ты знаешь как выглядит настоящий бандит я видела по телевизору марго это конечно совершенно не мое дело но на вашем месте я бы не продавала ресторан этому человеку в чему ну даже не потому что он бандит нет хотя это тоже что ты имеешь и туда уже говори что ты там выдумал опять я хочу сказать как это сказать ну что ну вы ведь не хотите продавать этот ресторан правда нет роза я очень хочу продать этот ресторан потому что моей семье очень нужны деньги ты прекрасно знаешь мы с тобой сто раз это обсуждали не мучай меня пожалуйста но возможно есть какой-то другой вариант я даже думать об этом не хочу понятно ну а быть может кто-то кто-то захочет купить авторские права на ваше фирменное блюдо пареньки вот в таком случае ваша семья и денег не лишится и ресторан останется слушаю роза ты сама хоть в это веришь не знаю но ведь может даже не пытались а по-моему мы должны благодарить серже за то что он нашел нам покупать вот именно если вы так счастливы то пожалуйста продавайте но я вас предупреждаю не удивляйтесь когда здесь начнется перестрелка с кем с кем с гангстерами с мафиози и с бандитами русскими готовитесь к сделке на миссия колесниченко как бы это сказать что ударился в бега от кого от полиции поэтому ему теперь не до ресторана прекрасно он таки бандит я очень рада правда а я не очень я на него рассчитывала говорит наша бабушка не судьба мам не расстраивайся найдем другого покупателя да пожалуйста найдите нам другого покупателя но на этот раз пожалуйста убедительная просьба не бандита как получится серж вы не могли бы мне помочь конечно нужно загладить свою вину что не забыла недавно звонили из россии даша сестра моего мужа она разыскивает старое полицейское дело некой ирен поломарчук это женщина какое-то время назад во франции шантажировала одного вашего известного политика сможете найти поломарчук да поломарчук когда конечно только я не знаю как быстро но я вам сразу же позвоню спасибо большое мало какое даже дело до этой поломарчук видишь ли теперь эту женщину зовут ирина погодина очень опасно для нашей семьи господи как же вы меня нашли а ну если честно то с очень большим трудом но нашла и твой новый адрес и и новый телефон долго добирались это не важно дашенька я к тебе с очень большой проблемой я слушаю мне конечно неудобно но нашей школе опять нужны деньги я не знаю что делать но те люди которые хотят забрать у нас здание ты же знаешь конечно да обратились жалобы что мы якобы не можем содержать памятник архитектуры в надлежащем состоянии я чувствовал это как думаю они хотят взятку ремонт сделан придраться не к чему и хотели кстати ну весь ужас том что и я помочь вам ничем не могу вы наверное знаете у нас проблемы в семье папа под судом извини дашенька мы живем в своем алексеевске дальше носа своего не не видим извини ну что же вы извинения просите может быть есть какой-то другой способ помочь школе ну естественно пытаемся ну ты знаешь все отказываются может быть выгоды не видят или я не ставлю главное не опускать руки а со своей стороны я обещаю я что-нибудь приду сирен поломарчук но точнее не ваших а вашего мужа но вы помните о нашем уговоре ну конечно я же полицейский а не журналист и у меня нет никакого желания ссориться с вашим мужем скажу честно я навела уже о вас справки как интересно я должна быть осторожна ну ладно хватит предисловие рассказываю я не очень хорошо помню даты так что поведу в общий сюжет и рэн пришла к нам в дом в качестве прислуги с липовыми рекомендациями как я поняла слишком поздно но дальше идет обычная схема вы называете его схемой роман моего мужа с ирен вообще-то из-за этой схемы чуть с ума не сошла так вот когда я узнала что ирен беременна я хотела уйти но поль поль так просил прощения вы знаете когда стало известно что никогда не смогу иметь детей я думала все поль меня бросит зачем ему бесплодная жена а он сказал жанин я дал слово перед богом и людьми что буду с тобой в горе и в радости но у вас просто не жизнь а роман какой-то сера жизнь интереснее любых роман даже продолжать да так вот я хотела прогнать ее вместе с полем а потом опомнилась ребенок он ведь поле а значит ему и мы решили так родится ребенок и рэн получит отступные и уйдет из нашей жизни то есть она согласилась оставить ребенка и уехать да но самое страшное произошло потом поль стал делать очень успешную политическую карьеру и она начала требовать у нас деньги несколько лет тому назад о скандале пронюхали газетчики но тогда дело удалось замять но так как в преддверии выборов и рэн может начать все сначала но только сумма будет гораздо больше в любом случае мы готовы ко всему но поле сейчас против радикальных мер и вмешательства полиции мы не собираемся вмешиваться но где гарантия что иран остановилась да я отвечу об этом мужу каждый день но знаете я никому и никогда не позволю разучить меня с моим сыном она видела с ним за эти годы он ей не нужен она и думать забыла о ребенке но так как поле выдвинул свою кандидатуру на выбор у него есть очень серьезные шансы и рэн конечно же понимает что именно сейчас скандал нам совершенно ни к чему ну посмотрим как будут развиваться события в любом случае теперь с вами и вы можете рассчитывать на мою помощь . садись Слушай, я тебя нормально чувствую, я тебя прощу. Садись, я тебе сказал. Все хорошо. Послание, ты же вся белая. Так, все, я тебя прошу, мы опоздаем на рейс. Лера, 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 где лекарство? Ну, суки, где мычьи? Вы скажите, пожалуйста. Да, да, конечно, да. Может быть, скорую выспитать? Нет, спасибо, лекарство есть. Сейчас он таблетки наедет, и будет. Все, вот. Я, 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 я. Сейчас хорошо будет, нормально. Ты мне прискат, ты не миленький, у меня такие прискат. Я не хочу, я не хочу. Лера. Я тебя прошу, я хочу нормально себя чувствовать. Все, мне... Значит, пошли в медпункт. Хорошо, ну, пошли в медпункт. Спасибо. Ты не за что. Спасибо большое. Давай. Здрасте. Добрый день, пожалуйста. Ставьте ваш багаж. Ваш билет, будьте добры. Вот билет. А вот паспорт. Алло. Да, звонил. Звонил. Ну, я звонил сказать, что я тебя очень люблю. Да. Ну, поверишь, поверишь, когда я приезжу. У меня рейс через 20 минут. Да. Ну, все, целую, давай. Давай, пока, пока, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, телебесно, пройдемте со мной, пожалуйста. А что случилось? Ничего страшного. Пройдемте. Нет, у меня просто я рейс в лоббе. Здесь у вас самолет не улетит. Нет, ну, документы у меня остались. День минуты все. Ничего. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, а что случилось? Такой ужаса не передать. Застрелили моего соседа. А кто ваш сосед? Валерий Петрович. Пенсионер. Скворцов? Точно Скворцов. А вы? Кто ему будете? Мы сослуживцы его бывшие, работали вместе. Ага. Его сейчас скорая увезла. Всего окровавленного, говорят, вряд ли выживет. А в его квартире полно милиции. А стреляли в него из дружья? Из чего? Откуда же мне знать такие ужасы? Одноклассник твоего работы. Похоже, не тот. Слушай, как думаешь, Скворцова насмерть? Если так, то мы лишились единственного свидетеля. Давай, я пойду выясню, в какую больницу вы отвезли, и мы сразу туда, хорошо? Я Димке звоню, телефон в машине. Давай. Я быстро. Товарищ чемодан. Мой. Что в нем? Вещь. Откройте. Пожалуйста. Вот здесь, пожалуйста. Что там, нет ничего. Откройте. Я не знаю, что это такое, это не мое. Я впервые вижу. Да, да. Могли бы придумать, что это и поинтереснее. Найди двух понятых. Я вам серьезно говорю, я не знаю, что это за конверт. Подождите с рассказами до прихода по нему. Сейчас на ваших глазах мы откроем этот конверт, который обнаружили в сумке этого гражданина. Открывайте. Что это у нас? Камушки. Бабушки о наследстве. Понятые, прошу ознакомиться поближе. У нас тут незаконный вывоз драгоценностей. Чушь какая-то. Вася, срочно ко мне в аэропорт. Опять проблема? Да, проблема у меня, проблема. Ну, хорошо, хорошо, я выезжаю. Что стряслось? Да, все в порядке. Его взяли. Уже допрашивают. Да. Спасибо, мы старались. Окей. Деньги будут завтра на нашем счету. Поверить не могу. Я не ожидала, что все пройдет так легко. Хотя, за это я отказался от укола. Это может вызвать подозрения. Да, а как может повлиять укол на здоровое сердце, ты не подумал? Кстати, врача вызывать не надо было. Ера, не зли меня. Ты меня тоже не зли. Я сделал все правильно. Я сделал все по максимуму достоверности. Ты видел, как я в роль вышел? Ну, выходи из нее быстрее. Я имела право отказаться от укола. Вдруг мне стало полегче. Могло такое быть? Могло. Ну, слушай, ты у меня, ты у меня великая актриса. Я тобой горжусь. А ты мной. Если быть честной, немного переиграл. Шутка. Мне поможешь? Да, я слушаю. Геннадий Петрович. Здравствуй, Игорь. Не отвлекаю. Если ты с хорошими новостями, то нет. Докладываю. Операция «Бриллианты» для диктатуры пролетариата досрочно завершена. Расскажи поподробнее. Все организовано по высшему разряду. Мною были наняты двое. Актеры с единой руки. Зачем тебе понадобились актеры? Для того, чтобы разыграть в аэропорту спектакль. А ты не переборщил? Вы слушайте до конца. В результате мною разработанных маневров эти двое подбросили Балычеву-младшему в сумочку брюлики. Как придумано, а? Вроде ничего. Наконец-то у тебя фантазия заработала. После чего мои же люди взяли его в оборот. Короче, он уже в милиции. Валю. Проявил выдумку. Как Иришка. Нормально, что с ней сделаете? Не ссоритесь. Извините, что лезу, не в свои дела. Главное, Геннадий Петрович, пойду заниматься. Кварцову. Удачи, Игорек. Ты у меня не отдыхаешь совсем. На том свете отдохни, Геннадий Петрович. Главное, 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 Геннадий Петрович. Простите, я хоть и не родственник, но мне очень нужно пообщаться с Кварцовым. Простите, вы кто? Коллега, друг? Можно и так сказать. Работали вместе. Боюсь, что с Кварцовым сейчас нету визитов. Ему предстоит тяжелая операция. Простите, а у него действительно пулевое ранение? На этот вопрос сможет ответить вам только следователь. Кстати, он сейчас в кабинете главного врача. Я могу позвать, если хотите. Да нет, я сам скажу. В таком случае, до свидания, извините. Простите? Да. А можно еще вопрос? Да. Как вы считаете, у Скварцова есть шанс вышить? Откуда я знаю? Я вообще удивляюсь, как он смог до телефона доползти это. Знаете, мой вам совет. Найдите его родственников и побыстрее. Мне так нужно поговорить с ним, он без сознания. Вряд ли он сможет с вами сейчас разговаривать. Нужно дождаться результатов операции, а там посмотрим. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Да что ж такое? Столько времени прошло, а Зимки все нет. Ну, заснул, наверное, в самолете. Выпил, чтоб не нервничать, отключился. Да не, ну бред. Он не пьет с самолетов. Раньше не пил, а сейчас запил. Такая все-таки новость. Жак, не продолжай дальше. Совершенно не умеешься показать женщинам. Посмотрите, все уже давно прошли, а Зимки все нет. Мам, ну мало ли что. Ну, может быть, он опоздал на рейс. В Японии, например, опоздавших не ждут. Я прям чувствую, что что-то случилось. Ну, он опять трубку не берет. Я Васе позвоню. Да. Вась, здравствуй, это я. Привет, Катюша. Привет. Скажи, пожалуйста, а ты не в курсе, где Дима? А то он сказал, что прилетает, мы должны были его встретить. Катя, такое дело, в общем... Что случилось? Да нет, нет, не волнуйся. Диму задержали на таможне. Якобы у него в багаже обнаружили контрабанду. Контрабанду? Да нет, нет, это какая-то ошибка. Ты... Ты чушь, бред. Я сам еще ничего не понял. Вот приехал разбираться. Я транспортная милиция. Ты как только что-нибудь выяснишь, я тебя очень прошу, сразу же перезвони мне, хорошо? Ну, хорошо, как только что выяснил, сразу сообщу. Пока. Я не поняла, что у кого-то на рейсе обнаружили контрабанду? У папы. Его на таможне задержали. И мы ее подбросили. Те же, кто посадил дедушку. Я другого объяснения не вижу. Мне надо срочно лететь домой. Когда? Прямо сейчас. Ну, зачем же так срочно срываться? Можно полететь завтра утром спокойно. Мам, ну, что ты сможешь сделать? Там Вася, Павлик. Папа сам не даст себя в обиду. Да нет, я ему нужна. А я пойду брать билет. О, Жози. Я даже не знаю, как это назвать. Да, он очень милый. Мы много гуляем с ним. Ага, да. Мне нравится с ним молчать. Он так хорошо молчит. Молчит и о чем-то думает. Но ты же знаешь, я не умею читать мысли мужчин. В этом моя беда. Пока. Ну, давай уже сходим к тому аттракциону. Ты же видишь, Жанин просит. Теш, ты же знаешь, она еще не доросла до этого аттракциона. Значит, мы подойдем туда и посмотрим, как развлекаются большие дети, да? Да. Договорились? Да, договорились. Пойдем. Только недолго, я пока за билетами в аквапарк. Простите. Простите, я хотела подойти и поздороваться с Сержем. Он ушел. А они скоро вернутся. Серж повел с Жаниной на ее любимый аттракцион. К сожалению, у меня очень мало времени. Ах, как жаль. А вы работаете с Сержем? Вы решили, что я из полиции? Я похожа на полицейскую? Да нет, не очень. Просто я знаю всех друзей Сержа, поэтому решила... Мы не друзья, мы просто знакомые. Вы, вероятно, слышали о деле мадам Бланк. Я новая управляющая ее рестораном. Серж довольно-таки часто бывает в вашем заведении. Ему нравится одно фирменное блюдо. Правда, сейчас название не припомню. Вареники. Угу. А вы сестра Сержа? У Сержа нет сестры. Я его жена. А вы сестра.